Друзья, всем большой привет! Меня зовут Саша и сегодня я рад презентовать вам свою новую работу. Обзор на траву. Нет, это не пропаганда нарцисов котиков, говорить мы будем о стевии. Это растение на первый взгляд кажется абсолютно неприметным, однако его по праву можно считать одними из самых интересных и перспективных для выращивания. В чем же и секрет, спросите вы? Давайте выясним это вместе, а заодно познакомимся с чудо травкой поближе. Прежде всего я должен подметить, что на данный момент эксперты насчитывают около 200 видов стевии, однако только 6 из них имеют интересующие нас характеристики, совпадающие с дальнейшим описанием. Названия у них трудновыговариваемые, но это в принципе не важно, так как по умолчанию мы будем обсуждать лишь самый известный вид. Стевию Ребаудяна Бертони. Испокон веков она росла в гористой местности Южной Америки, между Бразилией и Парагваем, и была известна разве что некоторым местным племенам индейцев Гуарань. Цивилизованный мир узнал о существовании лишь ближе к средине 19 века, благодаря работе доктора Мойзо Сабертони и химика в виде Ребауди. Двое ученых стали первыми, кто смог отыскать, подтвердить безвредность, даже более того, полезность этого необычного растения, ну и в конечном итоге популяризовать его. Собственно за этот труд их имена и были уиквечены в названии исследуемого вида. Так что же все-таки она из себя представляет? Стевия Ребаудяна Бертони. Это небольшой, как правило до 1 метра в высоту, неприхотливый многолетний травянистый кустарник. В роли отличительной особенности имеет сладкие, приятные на запах листья, благодаря которым ее еще именуют медовой травой. По сладости они превосходят сахар примерно в 10 раз, а сахарный тростник аж в 30. Поэтому стевию массово выращивают и применяют в роли натурального сахарозаменителя. Причем рейс сейчас идет не только о каких-то индивидуальных случаях, а о множестве огромных промышленных плантаций по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Не, в натуре класс. Умеете, могете просто. Из медовой травы можно самостоятельно без каких-либо проблем готовить настойки, сиропы, экстракты и отвары, а затем добавлять свои блюда. Или же просто заваривать на их основе чай. Потому что вот одного листочка стевия и вот одного листочка, вот я его завожу, достаточно для того, чтобы чашка вашего чая стала сладкой, такой же, как три кусочка сахара вы положили в нее. Ой, ну сказочная совершенно трава, просто сказочная. В конце концов, ее даже можно кушать в необработанном виде, просто срывая листья с кустиков. В промышленности дела обстоят немного посложнее. По аналогии с тем, как из сахарной свеклы добывают сахар, из стевии экстрагируют гликозиды. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Если простыми словами, то это вещества, которые содержатся в ее листьях и в чистом виде превосходят сахар по сладости в несколько сотен раз. Они имеют общую основу, называемую стевиолом, и включают в себя такие соединения, как стевиозид, рибаудиозиды, стевиолбиозид и другие. Многочисленные исследования подтвердили их безвредность, поэтому ВОЗ, FDA, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, а также и другие влиятельные организации разрешили их использованию качества пищевых добавок и утвердили для каждого индивидуальное обозначение. Например, стевиозид нынче маркируется как Е960. Среди всех гликозидов он занимает львиную долю, поэтому по большей мере своей сладостью стевио обязана именно ему. В зависимости от сортовых особенностей, условий выращивания и применяемой агротехники, его содержание может варьироваться от 5 и аж до 18% от общей массы высушенных листьев. Так как за один цикл сбора урожая с 1 гектара их можно заготовить более 2 тонн, то это значит, что после экстракции вполне реально получить 200 кг чистого стевиозида. Учитывая то, что это вещество примерно в 200 раз слаще сахара, после проведения несложных расчетов мы получаем порядка 400 центнеров сахара в сахарном эквиваленте. Процесс экстракции гликозидов по своей сложности почти аналогичен экстракции сахара. Поэтому можно сделать вывод о высокорентабельности выращивания данной культуры, ведь даже лучшие гибриды сахарной свеклы дают в 3-4 раза меньше урожай. В некоторых случаях выращивание стевии может быть даже перспективнее выращивания табака. Если бы вы занимались бизнесом, то каким? Прибыльным. Хорошо, спасибо! Пожалуй, на этом моменте я немного остановлюсь. Слава богу, большинство моих зрителей благоразумны, а потому говорить уж тем более делать глупостей не будут. Тем не менее, во избежание наплыва негативных комментариев, малосмышленным, агрессивно настроенным людям мне придется объяснить на пальцах, что я ни в коем случае не призываю возгнаться за мнимой выгодой и заменять классические и жизненно необходимые сельскохозяйственные культуры стевии, ну или же другими растениями, о которых я иногда рассказываю. Во-первых, это как минимум нерационально, потому что после публикации данного видео интерес к этой траве возможно резко возрастет. Если о ней начнут говорить на каждом углу, то, следовательно, перспективность выращивания начнет снижаться. Другими словами, сегодняшнее видео будет полезным для простых людей, но, увы, не для предпринимателей. Во-вторых, по моему субъективному мнению, в наше непростое время нужно стараться понемногу выращивать все основные культуры, дабы в случае непредвиденных ситуаций меньше зависеть от системы и иметь возможность обеспечить себя хотя бы самыми необходимыми продуктами, а не только лишь одной травой. Кстати, они же еще и будут экологически чистыми, что тоже немаловажно. Ну и в-третьих, из-за некоторых нюансов полностью заменить сахарную свеклу Ставия все равно не сможет. Почему так, расскажу немного позже. Что ж, извините, заговорился, свернул немного не туда, так что возвращаемся к главной теме. Учитывая все вышесказанное, я думаю, никто уже не удивится, узнав, что на сегодняшний день плантации Ставии можно встретить в 65 странах мира, а продукцию с ней более чем у 200. Причем не только на прилавках продуктовых магазинов, но и аптек. Да, помимо сладкого вкуса, эта трава еще обладает множеством лекарственных свойств. Причем относительно некоторых моментов, альтернативу найти будет очень сложно. Так чем же, а главное, кому она может быть полезна? Предлагаю это выяснить в следующем разделе. Обработанная Ставия в виде таблеток или порошков зачастую представляет из себя экстрагированные гликозиды, смешанные с наполнителем, как правило, мальтудэкстреном, то есть крахмалом. Полезность, хотя если точнее безвредность подобных продуктов, сильно зависит от их состава и производителя. А потому, во избежание недопониманий, я по умолчанию буду рассказывать о Ставии в ее естественном виде. Положительное влияние сладкой травы на организм заметили индейцы Гуарань еще несколько веков назад. Помимо подслащивания своего фирменного чая Матэ, они использовали Ставию для лечения расстройств пищеварения и кожных заболеваний. Однако, это, конечно же, не полный список ее лекарственных свойств, что, собственно говоря, подтверждает работы современных ученых. Так давайте же подробнее поговорим об известных нам фактах. Огласите весь список, пожалуйста. В Китае в 1990 году на 9-м Всемирном симпозиуме по проблемам сахарного диабета и долгожительства Ставия была признана наиболее ценным растением в плане поднятия уровня биоэнергетических возможностей и содействия активной жизни до глубокой старости. Как показали исследования, она в 6 раз превосходит зеленый чай по антиоксидантному воздействию. То есть, по сути, медовая трава может предотвращать проблемы, вызываемые циркуляцией крови, инсульт, инфаркт, расстройство печени и тому подобное. Также, благодаря этому, она является одним из лучших средств против старения. Ее гликозиды не усваиваются организмом и выводятся естественным путем. Они стимулируют выработку инсулина и не вызывают скачков глюкозы, поэтому Ставия не только безопасна, но и очень полезна для диабетиков. Собственно, по этой причине можно сказать, что она является условно бескалорийным продуктом. Применяя ее вместо сахара и попутно регулируя свой рацион питания, при правильной мотивации вполне реально сбросить несколько лишних килограмм. То есть, это ваша мотивация похудеть? Просто хочу быть здоровой, а не такой, как она. А что со мной? Ставия обладает желчегонными и мочегонными эффектами. Она выводит из организма лишнюю жидкость, вследствие чего тело приходит в тонус и исчезают отеки. Благодаря сосудорасширяющим способностям, она регулирует сердцебиение и снижает кровяное давление. Поэтому ее настоятельно рекомендуют принимать людям с гипертонией. Антимикробное и противобактериальное действие этой травы укрепляет иммунную систему, предотвращает респираторные, кишечные и другие инфекции. Прекандидоза угнетает развитие паразитирующих грибков. Предупреждает парадонтоз, кариес, укрепляет эмаль, убирает неприятный запах и снижает риск воспаления ротовой полости. Отвар из ее листьев является отличным средством от простуды, гриппа и пневмонии. Если в него добавят сушеные ягоды малины, то он может помочь при высокой температуре, а также даст заряд энергии и решительности. Наружное применение листочков способно заживить раны, вылечить дерматиты и облегчить зуд. Также замечено ее положительное влияние на качество кожи, ногтей и волос. Но и это не все. Помимо прочего, ставя еще и снижает риск развития рака, вредное влияние никотина, диоксина и радиоактивных веществ. Кстати, по этой причине в нашей стране она обрела наибольшую известность именно после чернобыльской трагедии. Они заговорили ученые, медики, появились в статьях газетах и журналах, а спрос на ее лекарственное сырье вырос в десятки раз. В Японии ситуация примерно аналогичная, но куда более грандиозная, так как там ей уже заменили почти половину употребляемого сахара. Из-за того, что страна пострадала от ядерного оружия, ставя для японцев стала целым национальным достоянием, и в настоящее время ее даже нельзя оттуда экспортировать. Может быть именно благодаря медовой траве Япония нынче является страной с наибольшей продолжительностью жизни. Ну а может благодаря аниме. Не проверял, утверждать не могу. Все яд, все лекарства. То и другое определяет доза. Этот тезис продвигал Парацельс еще 500 лет назад. Тем не менее, он остается актуальным и в наше время. В том числе по отношению к стови. Как показали многолетние, можно сказать даже многовековые исследования, медовая трава в целом, как и гликозиды по отдельности, не несут отрицательного действия на человеческий организм при условии соблюдения суточных норм потребления. Впрочем, норму все равно превысить скорее всего не получится, так как она составляет порядка 4 мг стевиозида на килограмм веса тела. Для среднестатистического человека это выходит около 6 г высушенной травы или до 150 г сахара в сахарном эквиваленте в сутки. Конечно, это не точные подсчеты, но факт в том, что здоровым людям бояться нечего. Однако, небольшой список противопоказаний она все же имеет. К ним можно отнести индивидуальную непереносимость ее компонентов, одновременный прием с некоторыми группами лекарственных средств, в частности содержащих литий, пониженное артериальное давление, почечную недостаточность и склонность к аллергическим реакциям. Также ее не рекомендуют принимать во время беременности и одновременно с молоком, так как это может спровоцировать диарею. Плюс ко всему, за счет того, что специалисты исследовали эту траву куда больше, чем вы можете подумать, им удалось найти еще один негативный нюанс. Информация о нем немного устаревшая, тем не менее знать ее полезно. В 1985 году американская организация FDA заподозрила свою канцерогенность и начала ограничивать ее использование в промышленности. Поговаривают, что на самом деле это делалось о благе заработка корпораций на синтетических подсластителях. Впрочем, это уже совсем другая история. Как бы там ни было, через 10 лет под натиском ученой общественности это решение все равно было пересмотрено. Как оказалось, сладкая трава попросту не содержит канцерогены в количестве, способном навредить человеку. Поэтому отношение к ней изменилось. Причем со временем настолько кардинально, что даже американская армия полностью заменила ее сахар в Пентагоне. Как бы там ни было, если сомневаетесь, начинайте принимать стевию с маленьких дозировок. А затем в случае положительного результата постепенно их увеличивайте. Но лучше всего предварительно проконсультируйтесь с врачом. Пока что до этих пор все звучало прекрасно. Можно сказать малиновый звон. И скорее всего стевия уже успела произвести на вас положительное впечатление. Но все же мое видеообзор и не реклама, а потому наступила пора обсудить ее негативные стороны. Да, как вы уже догадались, эта трава не идеальна и ей присущи недостатки. Все позитивно, но нет. Во-первых, она в своем естественном виде может вам не понравиться, так как имеет специфический и горковато-тревнистый привкус. Какая гадость. Какая гадость. Степень его контрастности может зависеть от вашего индивидуального восприятия, количества потребленных взрослистьев, их качества, а также комбинации с другими ингредиентами при приготовлении. На самом деле все не так уж и плохо. Довольно-таки неплохо, очень приятно, мне очень нравится, между прочим. Именно поэтому я и снимаю данный обзор. Комбинируя медовую траву с липой, березовыми листьями, мятой, зверобоем и другими травами, можно как минимум готовить весьма неплохой чай. Вкусный чай, он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Чисто ради интереса я проводил опрос среди своих друзей, знакомых, а также коллег по работе, и для себя составил примерную статистику, согласно которой ставе категорически не понравилось каждому пятому человеку. Также одному из пяти она напротив действительно очень понравилась. Остальные же сошлись во мнении, что на вкус она неплохая, и в принципе употреблять ее можно. В некой мере даже удивительно, как порой разные люди воспринимают одну и ту же вещь. Конечно же вы можете продегустировать обработанную ставию, о которой упоминал ранее, но даже она, разве что за исключением очень дорогих премиальных вариантов, по вкусу с сахаром все равно не сравнится. Вторым недостатком можно считать ограниченную область применения. Ставия хороша тем, что не меняет свои свойства при термообработке, но увы, например сладкую вату из нее не сделаешь. А еще она не карамелизуется и не взаимодействует с дрожжами, поэтому и для выпечки не подойдет. Впрочем, ее можно объединять с сахаром, и таким образом пускай не полностью, но частично заменять его. Ну и третий, последний известный мне недостаток, это низкая морозостойкость. Несмотря на то, что ставия растения многолетняя, чтоб за зиму она не погибла, ее нужно содержать в специальных условиях. Детальнее об этом я расскажу в одном из следующих разделов. Сладкую траву можно размножать семенами, черенками, делением куста или же клонированием инвитру. Выращивание ставии семян длительный и непредсказуемый процесс. Лично мне удалось добиться успеха в этом деле только лишь среди попытки. На мой взгляд, неудачи были бы условлены их низкой схожестью и капризностью при прорастании. Как бы там ни было, Я бы в твоем познании настолько преисполнился, то, пожалуй, больше к этому методу возвращаться не буду. Уж поверьте на слово, лучше размножение проводить черенкованием. Впрочем, для общего понимания, ряд рекомендаций из личного опыта я вам все же дам. Прежде всего, вам понадобится рыхляя почва нейтральной кислотности, без сорняков. Хоть я и не сторонник покупных грунтов, но все же конкретно в данном случае они подойдут лучше всего. Наберите землю в любую емкость, выровняйте по уровню и хорошенько увлажните водой. По поверхности разбросайте семена на расстояние минимум сантиметр друг от друга. Немного утрамбуйте их пальцем или любым подручным предметом, но не закапывайте. После этого емкость закройте сверху пленкой или прозрачной крышкой и поставьте в теплое, хорошо освещаемое место. В идеальных условиях первые росточки появляются примерно через неделю. После их прорастания советую раз в день проветривать емкость, в которой они растут. Старайтесь не допускать пересыхания почвы. Полив в случае необходимости, проводите опрыскивателем методом туманного орошения. При какой температуре вы выращиваете? Ну она прыгает. Прыгает? Солнце зависит от погоны на улице. К освещению строек требований нет. Просто следите, чтобы все инцены не вытягивались и на них не попадали прямые солнечные лучи. В случае чего оставьте дополнительную подсветку, но используйте ее не более 18 часов в сутки. Иначе трава начнет с вами разговаривать. Светишь, лампу бери. Спустя месяц, сейнцы уже можно будет пересаживать в емкости побольше. Особых требований к ним нет. Главное, чтобы был дренаж или дренажные отверстия. Лично мне симпатизируют тканевые мешочки. Они достаточно прочные, не гниют, пропускают воздух, воду. А что самое главное, сквозь них спокойно прорастают корни саженцев. Благодаря этому при посадке рассаду из них можно не извлекать. Да и к тому же часть корней всегда будет защищена от потенциальных вредителей. Единственный нюанс, мешочки могу советовать лишь по отношению к травянистым растениям. Я пробовал выращивать в них деревья павловни и, увы, остался не очень доволен, так как крупные быстрорастущие корни сильно пережимаются в местах пересечения стенок мешочков. Что касается черенкования, то это, пожалуй, самый простой и эффективный метод размножения стевий. Черенки можно укоренить в воде или же земле. Второй вариант мне нравится больше, так как он эффективнее. Сужая растущих кустиков, срежьте верхушки длиной примерно 10 см и удалите на них нижние листья. Наберите в кассеты или какие-либо другие емкости землю, хорошенько полейте ее водой и проделайте отверстие для черенков. Затем низ черенка нужно смочить слюной и вставить в землю. Конечно, можно использовать и корневин. К сожалению, процент прерываемости черенков не всегда высок. Тем не менее, не подставлять их под палящее солнце и если земля не пересогнет, то всего через 3 недели они начнут пускать первые корни. Спустя месяц после их появления пересаживайте черенки в емкость побольше, а еще через 2 при возможности и желании на свой участок. Первый год жизни саженца будет направлен на развитие корня. За этот период вставе не даст много листьев и будет представлять из себя всего лишь один гордо растущий побег. Впрочем, проводите регулярные прищипывания, обрезки и уже на второй год она превратится в красивый пышный кустик. Недостаток освещения, поливов, тепла, питательных веществ, несвоевременный неправильный сбор урожая. Эти и многие другие факторы очень сильно влияют на процент содержания гликозидов в листьях, а соответственно и на их сладость. Несмотря на то, что стевия сама по себе неприхотливая, по вышеописанной причине ее все же нужно стараться выращивать в максимально идеальных условиях. Медовая трава растение субтропическое, соответственно и теплолюбивое. Поэтому участок, на котором ее высаживают, должен быть хорошо освещен и закрыт от порывов холодного ветра. Также желательно, чтобы он был защищен от животных. Ну или же с помощью животных. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская весла. Вьетнамская весла брюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Прикольная информация. А пропустить нельзя? Полиция Канады обнаружила плантацию. Ты кидал, блядь. Какого х**а там свинья делала? Но это не просто свинка, хотя и забавная. Лилу выполняет важную миссию. Она член хвостатой бригады. К почве особых требований нет. Но следует знать, что стевия лучше всего растет на хорошо дренированных суписях нейтральной кислотности с высоким содержанием органических веществ. Асфальт-то как? Асфальт-озем. Асфальт-озем. Короче, что планы, чтобы пацаны на асфальт-озем не попадали, да? Да. Перед посадкой в землю следует заделать органические удобрения, такие как биогумус или перегной. И провести качественную двойную вспашку земли. Многолетние корни можно высаживать, как только окончательно уйдет риск возвращения весенних заморозков. Но вот молодую рассаду лишь при условии, что среднесуточная температура окружающей среды уже не будет опускаться ниже плюс 10 градусов по Цельсию. Чтоб саженцы не погибли от палящего солнца, старайтесь трудиться в пасмурный день или же под вечер. Кстати, при посадке не забудьте полить их теплой водой. Не всегда, но как правило, ставь и усадят на слегка возвышенной грядке, укрытой эмульчирующей пленкой, оставляя расстояние между рядами от 40 до 80 сантиметров, а между кустиками в рядах от 20 до 40. Схем посадок есть огромное множество. Я приблизительно визуализировал нечто среднестатистическое, но все же вы лучше самостоятельно проанализируйте местное окружение и уже придерживайтесь личных предпочтений. В зависимости от того, какую планировку вы выберете, на одном гектаре можно будет разместить от 50 и аж до 100 тысяч саженцев. Впрочем, большинству из моих зрителей такие плантации все равно не нужны. Ведь с учетом среднегодового потребления сахара одним человеком в размере около 40 килограмм, для его полной замены вам достаточно будет иметь всего лишь около полусотни кустиков сладкой травы. Такое количество растений можно разместить на 5 квадратных метрах земли, а возле них без проблем высаживать другие сельскохозяйственные культуры. Поэтому, ко всему прочему, еще и сохраняется биоразнообразие растений в вашем саду. Если же у вас совершенно нет земли, то это тоже не беда. Ставию вполне успешно можно выращивать в вазоне или же ящике на подоконнике, как обычные комнатные растения. В таком случае она будет расти круглый год и постоянно радовать вас урожаем свежих листьев. Уход за сладкой травой в принципе не сложный, практически аналогичный, как и по отношению к любому другому огородному растению. Но за исключением некоторых нюансов. Начнем мы, пожалуй, с полива. Это растение любит постоянно влажную, но не переувлажненную почву, так как стоячая вода может вызвать гнение корней и развитие грибковых болезней. Корни стевии мочковатого типа. Они проникают на глубину всего лишь до 30 см, поэтому и нужен частый, но не глубокий полив, который в жаркую погоду за отсутствие дождей рекомендуется проводить туманными оросителями или дождевателями 2-3 раза в неделю. Чисто на мой взгляд, одним из лучших вариантов для полива садовых растений в небольших объемах в соотношении цена-качество является лента туманного полива. Стоит дешево, занимает мало места, подключается за 5 минут. А еще, что немаловажно, в отличие от дождевателей, не забивает землю крупными каплями воды. В случае использования гра-ткани или же пленки, количество поливов можно сократить. Кстати, помимо сохранения влаги, мульчирующие материалы препятствуют разрастанию сорняков, поэтому их применение более чем желательно. В отрицательном же случае, для получения листьев высокого качества, вам придется очень долго и щепетильно вручную пропалывать сорняки, так как применение химии для борьбы с ними не приветствуется. Стевию надлежит выращивать в максимально экологичных условиях. На днях купил себе новую технику для пропалки огорода. Называется Гуси 2021. Комбайн полностью на автоматике, работает вообще очень хорошо. Бурьянам не оставляет никакого шанса. Советую всем. Этот же тезис актуален и по отношению к борьбе с вредителями. По сути, кроме совок, ставию насекомые не трогают, да и то это не проблема. Их спокойно можно и жить органическими пестицидами, например маслом Нима. Также одной из лучших идей может стать сооружение и установка на близрастущих деревьях схворечников для мелких птиц. Думаю, все знают о китайской войне с воробьями, а потому недооценивать влияние наших пернатых друзей точно никто не станет. В теплых странах стевию выращивают на одном и том же месте без пересадок на протяжении пяти лет подряд. При отсутствии длительных заморозков она растет круглый год, на протяжении которого дают по три, а то и даже четыре урожая свежих листьев. Мы снимаем три урожая за год. Мы посадили стевию четыре года назад и нет необходимости сажать ее снова. Выращивать ее легко, не нужно много усилий. В нашей же местности медовую траву круглый год можно выращивать исключительно в тепличных условиях. Ну или же высаживать ее на поле только на весенний-летний период, по окончанию которого корни в обязательном порядке нужно будет выкапывать, чтобы сохранить от зимних морозов. К сожалению, оставлять зимовать стевию на поле нельзя, так как эта трава вымерзает с корнем, не помогает даже укрытие. А если его сделать слишком теплым, то тогда стевия скорее всего попарится и сгниет. Не расстраивайся. Корни выкапывают вместе с комом земли, укладывают в ящики, пересыпают почвой или опилками и хранят в темном прохладном месте при температуре от плюс 4 до плюс 8 градусов по Цельсию. Подходящими местами для хранения корневищ могут быть подвал, погреб, гараж, утепленный балкон или нижняя полка холодильника. В дальнейшем единственное, что нужно будет делать, так это иногда орошать землю, чтобы корни не пересохли. Больше всего мне стевия нравится тем, что она имеет сладкие листья даже в самом раннем возрасте. Не нужно ждать несколько лет, чтобы проверить то, насколько она хороша собой и правду ли о ней рассказывают. Вы можете срывать листочки уже с одномесячного сеянца и пробовать их на вкус. Ну как бы вот так срезаешь, но ты так, чтобы душу порадоваться. Но все же следует знать, что максимальной сладости эта трава достигает перед цветением. Поэтому заготавливать сырье нужно именно в этот период. Если же не уложиться в сроки, листья начнут терять свою сладость. Для обычного садовода, такого как я, это в принципе не проблема, но не для предпринимателей, поскольку трава начнет терять товарные характеристики. В принципе вы можете попробовать заготовить семена. Да вот только есть высокий риск, что в умеренном климате они за сезон полностью не созреют. Экспериментировать с единичными растениями вы конечно же можете, но со всеми насаждениями я бы вам не советовал. Так что как только вы увидите первые завязи цветочков, начинайте заготавливать сырье. Или же при необходимости оборвите их, чтобы продлить срок вегетации. Молодые растения со слабым корнем рекомендуется обрезать вручную, чтобы случайно их не повырывать. Более зрелые можете заготавливать как вам будет удобно. Строгих правил при этом нет. Кто-то срезает ее полностью, кто-то наполовину. Некоторые собирают только листья, а стебельки не трогают. В любом случае бояться нечего, так как стевия спокойно будет регенерировать, покуда живье корень. И единственный нюанс, если растение молодое, при обрезке обязательно оставляйте хотя бы 3-4 пазушных почки, чтобы трава имела точки роста. После обрезки, при необходимости, стебли с листьями моются и отправляются на сушку. Сушить стевию можно классическим способом, собирая ее в пучки и развешивая на чердаке. Но лучше всего с помощью теплого воздуха в сушилках при температуре плюс 50 градусов по Цельсию, до тех пор, пока влажность листьев не будет превышать 7%. То есть они должны стать хрупкими. В среднем на это уходит до 12 часов. Кстати, бытует мнение, что чем быстрее высушить листья, тем больше сладости они сохранят. Я пробовал сушить их разными способами, но, честно говоря, разницы не заметил. А потому, полагаю, волноваться насчет этого не стоит. После сушки желательно оборвать листья и выбросить стебельки, так как они не сладкие. Конечно, это можно сделать и раньше, но сухие листья отделять куда быстрее и легче. В дальнейшем вы можете больше с ними ничего не делать. Просто хранить в сухой, герметично закрытой емкости и использовать их в таком виде, в котором они есть. В подобных условиях они спокойно могут храниться пару лет, не теряя своих свойств. Но в случае необходимости из них можно готовить настойки, отвары, сиропы, экстракты или же просто размалывать в порошок. Я нашел довольно неплохие рецепты, так что ставьте видео на паузу, ознакомьтесь и пользуйтесь ими на здоровье. Что ж, вроде как основную часть информации я вам рассказал. И по сути на этом уже можно было бы заканчивать. Но так как я умею смотреть в завтрашний день, читать мысли, ладно, просто комментарии по чужим видео. Пожалуй, сразу дам ответы на три вопроса, которые вы еще не успели задать. Вопрос номер один. Можно ли стевию употреблять, скажем так, не по назначению? Зеленая, зеленая трава Ну нахер. Нет. Вопрос номер два. Можно ли из стевии делать алкоголь? Багато разроблено и запатентовано у нас разных патентов, навіть и горілка, и пиво зі стевией. Великий ассортимент. Говорят, потом будешь от нее глюки ловить. Ну я вчера половину выпил. Короче, нормальная водка, никаких глюков. Опа. В общем, да, но стоп. Это не призыв к действию, а лишь констатация факта. Употребление, производство или же какие-либо другие взаимодействия с алкоголем, не относящиеся к медицинской или научно-исследовательской деятельности, вредит вашему здоровью, вашему имуществу, вашим животным, вашей жизни в целом. Так что я сам не пью и вам не советую. Кстати, это же актуально и по отношению к наркотическим или же другим видам запрещенных веществ. Ну и последний. Третий вопрос. Действительно ли Стевия настолько уникальна? На самом деле одновременно и да, и нет. Поскольку у нее есть подруги в растительном мире со схожими характеристиками. Например, липия, которая еще известна как сладкая трава от стеков. Между прочим, многим людям она нравится даже больше. Но если честно, то мне нет, поэтому я ее и не выращиваю. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Однако, с чем не поспоришь, так это с тем, что пахнет она просто потрясающе. А пахнет вкусно. Говорят, сахар это белая смерть. Увы, но Стевия вас тоже не сделает бессмертными. Однако, искренне надеюсь, что теми из вас, кто все-таки решится ее выращивать, эта трава пускай немножечко, но все-таки улучшит качество жизни. Если так действительно случится, значит над этим видео последние полгода я работал не зря. Если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть обзор на другие интересные растения, то пишите их название в комментариях. Чей комментарий наберет наибольшее количество лайков, тот я и возьму в дальнейшую разработку. Что ж, на этом у меня на сегодня все. Всем все хорошо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok